Всем доброе утро. Сейчас у нас половина девятого. Я так просыпаюсь. Смотрю Денис еще дома. Я говорю, ты офигел? Я говорю, блин, в районе восьми надо поесть, идти на работу, уже выходить типа. Он говорит, ты что, нормально? Я тебе вчера говорила, что отпросился. Я даже не слышала, что он мне говорил. Блин, короче, все, вся в работе. Иду я к стоматологу. Не знаю, два дня зуб болел, кстати. Сейчас не болит. Нажимаю на него. Не знаю, все нормально. Ой, короче, должны сейчас вроде как его отвлечить. Это ладно. Потом приду. Поставки для благовония, которые я сделала, нужно пошлифовать с обратной стороны и покрыть лаком. Так они готовы, уже все с поталью там и так далее. Просто ночью я до двух сидела, тоже не стала шлифовать, потому что всех бы и разбудила. Ой, жесть. Ну, что-то там наотливало. Что-то было у меня. Две, по-моему, были в наличии. То я только поталь приклеила. И все. Короче, я все сделала. Неделю мучилась. А в итоге все сделала. Чуть ли не за вечер один. Ну, в итоге. Там нормально такая приличная сумма. Ну, как бы не на маленькую сумму делала. Но я все сделала. Так что сегодня можно прийти, спокойно монтировать видосики и отдыхать. Вот. После стоматолога доделаю изделие. Все это с собой беру. Дениса, наверное, тоже с собой возьму. Этот самый. И Полину. И мы пойдем зрение малое проверять. Вот. А там надо было бы на Валдберрис. Но я думала, если я его с собой, допустим, возьму, он поедет с Полиной просто в степи дома. Ну, типа, домой и все. Ее в школу подведет. Но в школу рановато. В итоге я не знаю, как тут сейчас быть. И мне как бы с ней два часа где-то ходить тоже не хочется. Все. Счастливая и довольная. Короче, тот зуб, который мне ставили. Лекарства не лечили. Ну, ничего с ним вообще не делали. Сказали просто, он больше болеть не будет. А лечили с обратной стороны. Ну, как лечили. Что они там делали. Короче, временную пломбу тоже, короче, поставила. В итоге не больно было вообще. Единственное, что бесит, блин, там по минут пять, наверное, только одни каналы чистятся. Это жесть. А потом, я так поняла, будут перелечивать пломбы другие. Короче, меня записали сейчас аж на девятое число. Просто трэш. Девятого. Говорит, блин, куда тебя тут вписывать? Короче, девятого, одиннадцатого, пятнадцатого, восемнадцатого. Я буду ходить туда. Это капец, короче, какой-то. И я так поняла, что мне осталось ещё два зуба. А потом эти на постоянные пломбы, наверное, вроде как просто переставят. И всё. Ой, боже, трэш. Просто сидишь и боишься. Я обожаю именно этого врача. Она самая лучшая, походу. Просто вот, наверное, лучше не найти. Реально. Потому что... Ну вот, блин, если видеть, что там мне больно. Или что я там, не знаю, боюсь до усрачки. Она просто ничего не делает. Она ждёт, пока я успокоюсь. Сегодня мне сразу сказала. Говорит, да, короче, блин, расслабилась. Болеть не будет. Всё прекрасно. Ну всё, я ей верю. Потому что когда мне другие врачи говорили то же самое, а потом было до усрачки как больно. Ну, ну как потом будешь им верить? В итоге... Только это единственное, кого я не боюсь. Так можно было бы уже у всех врачей набрать талонов, залечить-то в эти зубы и так далее, и так далее. А не мучаться с записью. Допустим, к одной только ходить. В итоге я лучше буду мучаться с записью, но пусть она лечит. Она просто вот сколько я уже тут живу, она столько собирает и разбирает мои зубы. Это капец. Единственный врач по моим зубам. Я не знаю, что я потом без неё буду делать. Всё, проверили зрение, заказали, короче, новые линзы. Послабее. Это значит, что улучшения какие-то да есть. Пошли, в Бургер Кинг зайдём пить, сейчас возьмём. Всё, сейчас должна такса приехать. Повезу её, короче, под школу, а сама домой изделие сдала, всё. Сейчас, короче, в Бургер Кинге купили молочный коктейль, были, попили, съели по чизбургеру, ехали на таксе, малую высадила возле школы. Как раз было где-то без пяти час, наверное, уже уроки начались. А я буду, наконец-таки, отдыхать. Красота. Всё, всё сделала, всё переделала. Всё отвезла. Всё, наконец-таки. Жесть. Короче, надо просто наперёд, наверное, как-то отливать эти изделия. Ну, как бы, какого цвета они постоянно хотят, ну, как бы, я знаю. Поэтому надо, наверное, как-то наперёд по три, по четыре штучки, чтобы было в наличии. Иначе, если так вот всё брать за раз, это жесть. А плюс ещё болела. И это вообще тяжело. Всё за этими зубами, короче, всё. До девятого я свободна. Сегодня отдыхаю. А если Крама Лёля напишет, допустим, по поводу свечей, то либо, наверное, понедельник... Ой, понедельник, говорю, воскресенье будет, либо понедельник. Ну, не знаю, работать они там начали или нет. Но переучёт у них там этот, короче... Не знаю, писали до пятницы. В понедельник будут работать или на выходных, пока неизвестно. Всё, пойду, наверное, не знаю, посплю пару часов. Наконец-таки за неделю, в последнюю, я выспалась нормально. Полдня, короче, поспала. Супер. Всё, пошёл, короче, делать вузей. Мы в этот кабинет постоянно ходим. Вообще никого нету вечером. Семь копеек доплатили за то, что фотографию, короче, распечатают нам из УЗИ. Сейчас сделают УЗИ, пойдём в магазин. Будем что-то есть готовить. Выфаткивай, говорит, иди. Так, что мы купили? Белорусский на виду. Это моя была инициатива. Полотенце, значит. Так, сосиски. Я уже есть, готовить буду завтра. Кофейку взяла. А сегодня там, короче, мы так. Он на вермишельке, а мы на кашах. Что-то захотелось этой каши. Короче, четыре каши. Кофе ему на работу. Кофе ему на работу. С Полиной вот такой топ взяли. А он себе йогурт. Каждому по груши. О, ещё второй у него. Каждому, короче, по вот такой красивой груши. Всё. Вынесли сейчас ковёр. Сейчас у нас опять в комнате нет ковра. И эти вообще не мешало бы тоже как-то, блин, выкинуть блины. Не знаю, помыть. Может, не знаю, соберусь на днях как-то. Короче, ковёр выкинули в плане, ну, повесили на улице, чтобы, короче, его в воскресенье выбить. Пусть висит, а я просто хотя бы полы помою и пыль повытираю. И вот всё буду разгребать это. Будем перекусывать. Ещё и посуду помыть надо. Что ты смотришь? Тебе ничего не купили. У тебя он есть свой корм. Вот что написали в заключении в прошлый раз. А в этот вот что. От двух до восьми. миллиметров полипы. Опять же, тут могут быть и мелкие, просто какие-то камни. Короче, есть всё-таки трындец. И тут тоже он. Или что-то, что-то в почке, ещё и в почке, типа, опущенной первой стазии. Короче, капец. У нас уже стемнело. Помыла посуду, значит, убрала всё на плите. Вот, так что тут уже чистенько, прекрасненько помыла пол в комнате. Везде пыль вытерла и цветы пополивала. И, короче, так как не надо мне ничего делать, там, ни свечи, ни гипс, ничего, чтобы порчи времени не терять, пойду я, наверное, монтировать видосы. Вот, лучше пусть видос этот короткий будет, но, короче, пойду монтировать, потому что пипец отставания на месяц. По УЗИ, кстати, всё то же самое, как и было, как и прошлый раз, 4 месяца назад, так и тут, короче, камни и прочее. Киста, камни в почках, камни в желчном. Вот, и как-то запишусь, короче, к хирургу и понесу его эти результаты, покажу. Если скажет там удалять, значит, будем удалять. Если нет, значит, контроль через пару месяцев снова. Так что всё, больше снимать ничего не буду. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Побежала монтировать видосы. У нас сейчас полдевятого. Пока спать не рубит, пока я не хочу спать, пойду, короче, заниматься лучше своими этими делишками. Потому что чувствую, если Крама Лёля подключится, я потом из-за двух магазинов не смогу вообще, в принципе, Ютубом заниматься.